И снова здравствуйте! Всем привет! Блендер 2.91. Пока есть время каникулы вроде как праздничные. Вот решил чем-то себя занять еще раз в этот день и посмотреть какие косяки вылазают при анимации, допустим, пушки. Пушку я скачал, хотел показать вам как ее сделать. В принципе тут ничего сложного. Ролики у меня на канале уже по этой теме есть. Ну, не по пушке, конечно, но по колесам много и вообще по всяким разностям делам. Итак, давайте разбираться, как вот это все дело можно заставить крутиться без костей. Чисто констрейнами. Что тут есть? Итак, пушка объединяется, вот эта часть полностью Ctrl-J. Так, английскую N я вам в ScreenCastKey включу. Вот теперь в боку можете видеть, что да как. Так, что тут получается? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Объединяем. Если что-то у вас тут разное есть. Ну, в принципе, пушку, сам ствол можно сделать отдельно, чтобы он там крутился как-то при именно выстреле. Ну, будем делать пока целиком. Так. Ну, или давайте, наверное, уже, чтобы... Да, целиком, наверное, сделаем. Это значит, Ctrl-Z. Снимаем выделение, выделяем. Что тут у меня получается? Колесо. Колесо это все отдельно. Вот эту часть. Выделяем и делаем Ctrl-J. Объединили. Теперь можно объединить два колеса. Вот в этом случае можно. При анимации костями там чуть по-другому идет. Тоже делаем Ctrl-J. Итак, настраиваем. Так, что у нас тут? Единица. Выбираем колеса. И заходим в Constrains. Вот в эту функцию. Добавляем Constrains. Трансформация. Так. Находим вот это вот. Именно ствол. Вот эту часть. И привязываем. Типа повторять. Трансформироваться при движении вот этой пушки. Короче. При середине. Когда середина будет двигаться, колеса должны крутиться. Ctrl-Z. Так. Теперь выбираем дальше колеса. Здесь ставим экстраполяция. Ставим Owner. Ставим Local Space. Теперь Map From. Локация. Локация будет принадлежать вот этой пушке. Если включить N и включить, допустим, вот эту трансформацию. Когда мы будем двигать пушку, вот вы видите, что движется тут все по X. Ctrl-Z. Значит, нам нужно на колеса поставить локацию по X максимально, ну давайте 22 оборота. 22 метра. А вот колеса Map To должны крутиться. Вот ставим ротацию и смотрим. Если у нас выбраны колеса, то когда мы крутим вот Y, то у нас крутятся и колеса. Сейчас пока они очень плохо крутятся. Я дальше расскажу, как все это дело ликвидировать. Теперь мы ставим максимально по Y Map To 360. Enter. И вот здесь, где у нас Y стоит, ставим X. Потому что у нас локация по X уйдет. Теперь, если мы привяжем вот это вот колеса через Shift, привяжем к центральной части, нажмем Object, найдем Parent и препарентим Object. Ну, сделаем связь. Теперь, если мы будем ввести пушку, вот эту, колеса крутятся, вы видите как, хреново. Значит так, мы все это дело выбираем, заходим в Object, нажимаем Set Origin и можно Origin To Geometry, допустим, вот привязываем. И вот колеса начали крутиться, ехать вместе с пушкой. Также Ctrl Z, Ctrl Z. Так, можно все это дело привязать Set Origin, вот этот Origin To Center Of Mass. Вот. Выбираем. И вот колеса крутятся, вы видите, наверное, да? Так, панель пока закрою. Для чего нам этот тель понадобится? А для того, что добавим Add, добавим Mesh, добавим UV-сферу, сделаем ей S. Это будет у нас ядро. Так, S еще. Все. Теперь мы ее поднимем в пушке, вот таким вот образом. Выравняем, чтоб она именно в пушку зашла. Сделаем еще и S поменьше. Можно ее поставить где-то, ну, G, вот сюда, поближе. Вот так вот, и выровнять ее по стволу. Вот. Ядро у нас в стволе. Ну, надо, чтоб, конечно, она нигде не вылазила. Так, теперь, что мы делаем? Вот с ядром можно его тоже заанимировать, именно как без костей использовать, допустим, локацию. Если нажимаем вот первый кадр, допустим, и жмем локация, переходим на десятый кадр, вытаскиваем, допустим, ядро, где-то вот сюда, и пишем, и локация. Теперь смотрим, что получилось. Вы видите, что из пушки вылетает ядро. Так, пока мы вот эти кейфреймы делим кейфрейм, также можно косточку к ней привязать и уже анимировать косточкой, прописывать кость. Теперь мы все это дело выбираем, и нужно нам ее, вот эту всю штуку, чуть-чуть отвести вперед. Зачем? Для того, что когда будет выстрел, вот выстрел когда будет, то она должна откатиться. Итак, записываем вот в таком положении и локация. Теперь выбираем, допустим, давайте сороковой кадр, и отводим пушку назад. Пишем и локация, проверяем, как она сработала, все сработало. И получается, где-то на 20, тогда где-то на 20 кадре у нас должно вылететь ядро, вот это. Значит, можем ее вот так вот. Вот, типа, она стрельнула. Можем прописать вот так. Сначала, чтобы она как бы показалась возле ствола, а и локация. Потом, где-то на 23 кадре она улетает дальше, и чтобы было видно ее траекторию. И по верху летает, а и локация. И дальше она уже... Вот, вы видите, пошел, допустим, вот выстрел и откат идет. Так. А вот здесь уже мы будем переписывать пушку потом. Так, здесь мы еще добавляем, выбираем вот это ядро. Здесь уже можно G, и, а, и локация. Так, теперь вот этот сороковой мы удаляем, delete кадр. Вот так вот. И смотрим. И вот у нее откат свой уже появился на изначальное место. Так что можно просто прописать на сороковом. А, и локация. Ставим 40 кадров. Снимаем выделение. И так, вот она пушка. Вот так мы ее поставим. Да, чуть-чуть ядро вылетает хреновасто. Надо порезче ее поставить. Так, выбираем теперь, где тут находится ядро. Удаляем вот эти два кадра. Даже все, наверное, delete keyframe. Назад. Ctrl Z. Первый раз вот это все делаем. Значит, delete кадры. И вот здесь вот на 20 кадре он должен G сразу вылететь и улететь. Вот так вот. Ну, типа все, он улетел. Но обещал вернуться. А, и локация. Смотрим теперь, что получилось. Все. Выстрел прошел. Ядро маленькое. Ну, в принципе, его видно. Вот оно. Тут оно в стволе. Тут вот оно пошло, вылетает. Пушка откатывается. Если все вот это выбрать теперь, ну, английская А, то можно вот здесь вот на каком-нибудь так, допустим, где ядро вылетает, ну, на 23 кадре, вот эту пушку, как бы немножко R приподнять. А, и локрот. Ох ты, пардонте. Не локрот, а и локация. Во. И тогда вот здесь вот нужно будет выбрать эту пушку и R опустить ее назад. И получается А, и локация. Нет, тут такая штука не прокатывает. Это значит надо ставить ротацию вот здесь вот так вот. R и ротация. А ну-ка. Тоже не катит, но в принципе не суть вопроса. Костями, конечно, там было бы и откат бы хороший, и подпрыгнуть она могла бы. здесь я пока не знаю, как это все делать. Вот этими локация, ротация. Так. N отключаем. Давайте Screencast Key. И посмотрим вот так. Ставим на первый кадр. Вот так это стоит. И пошел откат. все, ядро улетело. Вот эту пушку, если еще отсоединить, то она может крутиться в процессе выстрела. Вот такая штукенция. Также можно привязать все это дело находим Add, находим Empty, находим куб. Делаем кубу S. Допустим, G подставляем сюда. Если много деталей будет, то вот теперь выбираем вот эту пушку, выбираем куб, ну и тоже Add. Так, Object, Parent, Object. Теперь если мы будем Empty вот эту ввести, то будет пушка ехать и все за ней следовать. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.